Всем привет! С вами Артем Деев, и сегодня я подготовил для вас новый ролик, который посвящен довольно обсуждаемой и интересной теме. Это запуск программы количественного смягчения в рамках США как инструмента поддержки монетарной политики. Название еще придумаю, но, в принципе, наверное, если вы смотрите этот ролик, название уже есть. Вижу по вопросам, друзья, которые вы задаете и в комментах к брифингам, и к вебинарам, что есть определенное недопонимание, что это такое. Поэтому я решил закрыть этот пробел. Также повторяю, друзья, что подобного рода экономический топик и видео это не первый. У нас есть уже серия видео, которые мы выкладываем на нашем канале Амаркетс в секции Пульс Рынка вместе со мной. Это видео также появится там. Чтобы быть в курсе всех роликов, которые мы добавляем, достаточно подписаться на наш канал Амаркетс на YouTube. Сделать это можно прямо вот здесь. Очень простое действие, друзья. Ну что ж, давайте теперь разберем, что же такое программа количественного смягчения. Начнем мы с элементарного ликбеза. То, что программа количественного смягчения – это не традиционный инструмент стимулирования экономики, к которому приходится прибегать, когда традиционные меры уже нифига не работают. Например, кризис. В кризис хочется снижать пациентные ставки, обвечать жизнь должникам. Хочется стимулировать инвестиции и вообще экономическую деятельность. Так уж получилось, что многие ЦБ, заигравшись с инструментом более низких ставок, уже снизили их фактически до нулевой отметки, сделав кредиты от центральных банков коммерческим банкам бесплатными. Самое интересное, что этого оказалось недостаточно. Роста как не было, так и нет, а вот экономический спад усугубляется. Что дальше? Логично предположить, что нужно еще больше стимулировать экономику и снижать ставки. И дальше вводить их на отрицательную территорию. Да, друзья, но это сопровождается с множеством отрицательных моментов, серьезных экономических проблем. Например, отрицательные процентные ставки полностью рушат идею капитализма, построенного на простом принципе. Того, что деньги априори всегда должны работать и делать еще больше денег. Как бы то ни было, но в мире есть центральные банки, которые все-таки решили пойти на такие меры и опустили ставки ниже плинтуса, то есть на отрицательную территорию. Так поступили ЦБ Швеции, Дании, Швейцарии и Еврозоны. Они как раз ввели отрицательные краткосрочные ставки по депозитам, отрицательные еще в далеком 2015 году. А теперь давайте подумаем, как такое вообще может быть с точки зрения экономической целесообразности. Получается, если КБ той же Еврозоны захочет разместить депо в Европейском центральном банке, то он теперь будет вынужден за это заплатить. Да, это действительно так, но это, друзья, вынужденная. Это была мера, на которую пришлось пойти. Потому что раньше, когда ЕЦБ выдавал кредиты коммерческим банкам под нулевую ставку, в расчете на то, что те будут кредитовать реальный сектор и выдавать дешевые кредиты населению, этот расчет не оправдался, потому что те поступили немножко хитро. Получив деньги от ЕЦБ под нулевую ставку, средства тут же размещались на кор-счетах центрального банка по ставке уже от 0,1% до 0,5%. Как только ЕЦБ осознал ошибку, лавочку неслыханной монетарной щедрости пришлось прикрыть. При этом самым лучшим решением как раз отводить коммерческие банки от депонирования средств ЕЦБ как раз и стали отрицательные процентные ставки. Честно говоря, возвращаясь к теме низких ставок, даже отрицательных, друзья, приходится констатировать, глядя на то, что происходит в отдельных регуляторах, в экономиках, что они не работают. И, пораскинув мозгами, денежные власти пришли к выводу, что раз со ставками дела уже не делаются и проблемы не решаются, нужны дополнительные инструменты. Так, собственно, и придумали программу количественного смягчения. Звучит она, конечно же, грозно, но на самом деле под замысловатым названием прячутся простецкие операции по выкупу разного рода активов, долгосрочных государственных облигаций, краткосрочных облигаций, корпоративных облигаций. И все эти бумаги меняются на наличные. То есть ЦБ, к примеру, покупает облигации и взамен этих облигаций дает денежные средства с обязательством того, что через какое-то время придет за ними и снова произойдет обмен финансовыми активами. Облигации будут возвращены, а средства снова вернутся на баланс Центрального банка. То есть сейчас, поскольку покупаются облигации, мы понимаем, что они как раз увеличивают баланс Центрального банка. Первым программу количественного смягчения запустил Банк Японии в первом году. За время международного финансового кризиса 2008-2009 года к этой программе подключились и другие регуляторы. США, Великобритания, Евросоюза, Швейцария, Швеция и так далее. В восьмом году, как вы знаете, мировую экономику накрыл медным тазом самый глубокий экономический кризис со времен Великой Депрессии. Начал сам он с рынка недвижимости США, потом быстро перекинулся на банковский сектор и привел к кризису ликвидности. В результате Федрезерву пришлось запустить печатный станок. И, честно говоря, с тех пор он практически не выключался. За это время ФРС провела три раунда программы количественного смягчения. И вот пару дней назад стало известно о том, что к этой программе ФРС планирует вернуться в объеме 60 миллиардов долларов в месяц, которые пойдут на выкупку облигаций. Якобы эти действия являются чисто техническими мерами для обеспечения эффективной реализации политики процентных ставок и не представляют собой изменения денежно-кредитного курса. То есть ФРС фактически запускает КИИ, но почему-то мудрится формулировками. Джером Паул анонсирует программу количественного смягчения, но называет ее как угодно, но не программой количественного смягчения. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Но я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что речь идет именно о ней. Потому что речь идет о покупке казначейских бумаг, которые начнут падать на баланс ФРС, обмениваться эти бумаги будут на деньги, которым просто неоткуда взяться, кроме как выйти из-под пресса печатного станка ФРС. Эти свеженькие доллары будут наполнять экономику. Ну, короче, ребята, это и есть программа количественного смягчения. Почему ФРС запустил КИИ? Как известно, одной из основных причин стала непростая ситуация в банковской системе, где явно не хватает резервов, возник очередной кризис ликвидности. Довольно странно эта ситуация выглядит в цвете регулярно звучащих комментариев о том, что в экономике все прекрасно. Мы слышим это и от самого Паула, и от руководителя его региональных отделений РС. Ну, ладно, вернемся к сути вопроса. Почему же Федрезерв снова запускает программу количественного смягчения, который в последний раз прибегал, чтобы не допустить полного краха финансовой системы? Возможно, причина в том, что правительство слишком быстро и много тратит деньги. А для финансирования дефицита бюджета, который сейчас превышает 1 триллион долларов, Минфину США требуется больше займов, а для этого нужно еще больше долларов. Мне кажется, в этом плане все логично. Китай и Япония уже не так активно покупают трежерис. Кроме того, те тонны денег, которые сегодня необходимы США для обслуживания своего долга, уже физически не могут быть покрыты за счет здорового спроса на американские облигации. По этой причине Федеральная резервная система получила директиву помочь Минфину решить эту проблему. То есть решить проблему в нехватке деньжат. Другими словами, новый госдолг будет теперь покупаться за счет денег ФРС, которые придется напечатать. К слову, Министерство финансов до конца этого года планирует занять на рынке едва ли не рекордный объем средств 2008 года. Более того, ожидается, что операции по укупоактиву продлятся до конца второго полугодия 2020 года. Их общий объем превысит 500 миллиардов долларов. Одновременно ФРС намерена реинвестировать в казначейские банды поступления от ипотечных бумаг. А это еще примерно 20 миллиардов в месяц. В результате вырисовывается следующая картина. Регулятор ежемесячно будет накачивать рынок ликвидностью объемом 80 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов – это прямая денежная эмиссия, а 20 – как раз средства за счет реинвестирования от ипотечных бандов. Резюмируем. Федрезерву менее чем год назад пришлось радикально пересмотреть свою монетарную политику. Что говорит о нарастающей уязвимости американской экономики? Очевидным выходом из этой ситуации видится избавление от долгового бремени, которое сейчас составляет 23 триллиона долларов. Безусловно, сделать это можно только не через прямой дефолт правительства, а через обесценивание самого долга. Вот как раз для этого и необходимо сразу полыхнуть из всех стволов, снизить ставку и перезапустить печатный станок в расчете на то, что инфляция сделает свое грязное дело, ослабит доллар и впоследствии снизит само долговое бремя. По этой причине, друзья, доллар мы уже давно продаем. Я думаю, что до конца этого года увидим уровни гораздо ниже по индексу. Ну и, конечно же, мне очень интересно ваше мнение. Что думаете вы на этот счет? Спасибо за внимание. Всего доброго.